А в Большом зале администрации Чебоксара обсуждали проект бюджета на 2019 год. По доходам он составит почти 11,5 миллиардов рублей. При этом город планирует израсходовать на 200 миллионов больше, чем заложено в казне. Какие суммы на какие статьи пойдут, пришли послушать депутаты, руководители предприятий, школ и детских садов. Со всеми ли цифрами согласились присутствовавшие в зале, расскажет Евгения Зиновьева. Хоть бюджет верстается с дефицитом, но остается социально ориентированным, подчеркнули финансисты городской администрации. Прежде всего, казна должна потяжелеть от поступлений из вышестоящих бюджетов. Это 7 миллиардов рублей. Налог на доходы физических лиц, совокупные доходы и имущественный налог добавят еще 3,5 миллиарда. А миллиард 285 миллионов рассчитывают получить от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности. При этом на строительство и реконструкцию дорог направят 126 миллионов рублей. В Чебоксарах таким образом работы закипят на третьем транспортном полу кольца, отремонтируют лапсарский проезд, заасфальтируют улицы Асламаса и Солнечный бульвар. На газификацию за Волчье в 2019 году потратят почти 22 миллиона рублей. Еще 141 миллион пойдет на строительство школ и детских садов. На строительство средней общеобразовательной школы на 1100 мест в микрорайоне Волжский 3 в 2019 году предполагается предусмотреть 46 миллионов 126 тысяч рублей. На строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне номер один жилого района Новый город в 2019 году в сумме 13 миллионов 177,2 тысячи рублей. На отрасль образования в 2019 году планируют направить почти половину городского бюджета. Исходя из этого депутат Олег Кротунов предложил решить проблему с загруженностью некоторых чебоксарских школ, которые работают уже даже не на пределе проектной мощности, а сверх своих возможностей. В поселке Альгешево у нас есть школа номер 63. Проектная мощность рассчитана на 340 человек. В данный момент там учатся около 500 человек. Просьба на 2019 год хотя бы несколько миллионов заложить в бюджет. Вопросы получения образования без риска или здоровья стали самыми актуальными на нынешних публичных слушаниях. Заведующие дошкольными учреждениями просили включить в статьи расходов суммы на замену в группах старых оконных рам. Их не обновляли с момента постройки и держатся они на честном слове, сетовала руководитель 105-го столичного детского сада. Директора школ интересовались, не появится ли в 2019 году муниципальная программа по ремонту спортивных залов. Самым задаваемым был вопрос, как за небольшие деньги, которые выделяют учебному заведению, сделать так, чтобы посторонний человек не проник на территорию школы или детского сада. На сегодняшний день для того, чтобы выполнить постановление правительства Российской Федерации номер 1235, на наши все учреждения системы образования необходимо 170 миллионов рублей. В нашем бюджете мы закладывали в проекте на сегодняшний день только 30 миллионов. Только по 38-й школе паспорт безопасности предусматривает такой обширный блок антитеррористических мероприятий, который требует более 600 тысяч рублей. Поэтому очень большая просьба пересмотреть эту цифру и все-таки увеличить ее. Добавить в статью расходов, по мнению депутата Дмитрия Неконорова, нужно еще 140 миллионов рублей. Деньги пошли бы на приобретение квартир для детей-сирот. Решение суда об улучшении их жилищных условий нужно исполнять. Помимо этого в городе есть еще 15 аварийных домов, и жителей 10 из них нужно расселить до конца этого года. Потребность в финансовых средствах на строительство 106 квартир с ориентировочной общей площадью 4239 квадратных метров, при стоимости одного квадратного метра на сегодняшний день 34 032 рубля, составит 144 миллиона рублей. На публичных слушаниях к микрофону подошел главный инженер троллейбусного управления. Вячеслав Чистополев объяснил, если город не сохранит предприятию субсидию на уровне этого года, то в следующем троллейбусы на линию не выйдут. МОП не сможет расплатиться по долгам за электроэнергию. Ситуацию не спасают и дополнительные 3 миллиона рублей, которые предприятие с этого месяца будет получать за счет увеличения стоимости проезда по безналичной оплате. Все озвученные в зале предложения по внесению изменений в бюджет депутатам предстоит обсудить на комиссиях. Принимать главный финансовый документ будут 20 декабря. Евгения Изиновьева, Екатерина Ингалакова, Вести, Чебоксары.